Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, и в начале второй части, как у меня, как и обычно, небольшое объявление. В Чехасском издательстве Baggering Company вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк. Город и люди». На страницах вы узнаете, например, почему Нью-Йорк называют столицей мира. Это не только благодаря финансовому могуществу, лидерству по современной культуре, но благодаря еще многим другим факторам, оценить которые очень сложно, но тем не менее это потрясающее, на мой взгляд, явление. Мы познакомимся с становлением современного среднего класса и узнаем, как G.I. Bill, или солдатский закон, заложил фундамент этого становления. Познакомлю вас с удивительной семьей строителей Левитт и расскажу о появлениях первых современных американских пригородов. Мы пройдемся по улицам очень необычного города Левиттаун. Увидим, как Нью-Йорк достиг своего рассвета в 50-е годы и проследим начало скольжения финансово-социальную пропасть последующих лет. Узнаем, кто и как спас этот город от дефолта в середине 70-х, благодаря чему Нью-Йорк вышел из этого кризиса. Кстати, в это же время, совершенно не случайно, город захлестнула героиновая эпидемия. Мы посетим вместе Нью-Йоркский район Альфабет-Сити именно в это время. И узнаем, как организованная и ловко тогда шла торговля наркотиками. Практически почти открыта. И еще очень многое-многое другое. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com. Выйдя на сайт, клыкнете в Bookstore, а затем, поющейся в окошке, напишите Нью-Йорк, город и люди. Можно проще. Наксон, как по-русски, так и по-английски. Нажмите на клавишу Enter. И книга перед вами. Как в печатном, так и в электронном вариантах. Она особенно для тех, кто предпочитает читать свои книжки, или, точнее, даже всю информацию на экранах своих планшетов и смартфонов. Ну, хорошо. А теперь мы можем перейти к нашему интерактиву. Сейчас посмотрим, что у нас происходит с нашими телефонными линиями. Телефонные линии пусты, а во время перерыва у меня было уже множество звонков. Несложно сделать вывод, что сейчас у нас какие-то проблемы со связью. Ну, а тем не менее, мы продолжим наш разговор. Насколько значима эта победа не просто украинской армии, а, конечно же, всех сил обороны Украины, потому что, кроме армии, в этой войне принимает участие и Национальная гвардия, бригады террабороны, что само по себе, на мой взгляд, чрезвычайно удивительно и примечательно, потому что... Ну, посмотрите, что такое терраборона. Кстати, в Украине уже более 30 таких бригад. Это абсолютные добровольцы, это граждане, которые незадолго на начало этой войны решили пройти военную подготовку. Проходили по субботам, по воскресеньям в свободное от работы время. Ну и, в общем-то, в течение буквально двух-трех месяцев удалось создать боеспособные подразделения. Причем, если по уровню своей боевой выучки, они, конечно же, были несравнимы с кадровыми частями как российской армии, так и украинской, но у них было одно очень важное преимущество. Преимущество то, что они знали, что за их спиной их город, их семьи, их дома, их жены, их дети, матери, отцы. И поэтому бойцы террабороны сражались необыкновенно мужественно. И, конечно, не несут потери, несли потери. Но все время новые добровольцы, новые граждане Украины, причем разных возрастов, приходят и заменяют места тех, кто уже ушел, ушел навсегда. И, судя по всему, в самое ближайшее время такая бригада террабороны будет создана в Херсоне, в Херсонской области. Может, даже не одна. Потому что, да, за 9 месяцев, или почти за 9 месяцев, они натерпелись горе. И теперь мужчины, не только мужчины и молодые женщины, да и все те, кто могут держать оружие, они постараются сделать так, чтобы вторичной оккупации Херсона уже никогда не было. И они будут защищать свой город, свои села, свои поселки сами с оружием в руках. Это одна из особенностей этой очень необычной войны. Поэтому сейчас, в общем-то, принятый такой термин говорить не ВСУ, а силы обороны Украины, потому что эти силы обороны включают в себя совершенно разные части. Что, на мой взгляд, примечательного в том, что произошло буквально на прошлой неделе. Правый берег Днепра был оккупирован Россией в первую неделю марта. Однако на протяжении примерно полутора месяцев он занимал второстепенное место в стратегических расчетах Москвы. Там делали ставку на захват Киева и других крупнейших городов на востоке страны. Однако с середины апреля эта территория начала играть особую роль в российских военных планах. Напомню, что 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина, кстати, прах которого по-прежнему находятся в мавзолее в самом центре Москвы, в самом центре России на Красной площади, что само по себе, на мой взгляд, очень символично. Так вот, 22 апреля ТАСС процитировал генерала Минникаева, который назвал одной из задач второй фазы так называемой спецоперации оккупацию не только Донбасса, но и всей Южной Украины, чтобы выйти к Приднестровью. Соответственно, правобережье приобрело тогда первостепенное историческое значение. С этого блацдарма планировалось, во-первых, наступление в западном направлении на Николаев и Одессу, и, во-вторых, на север и восток, на Кривой Рог и оттуда на Запорожье и уже Днепропетровск, как было принято говорить, относительно недавно. Туда были переброшены самые элитные, хорошо подготовленные части российской армии и созданы две мощные группировки войск для действий на Западе и Востоке под началом командующего ВДВ России генерала Теплинского. В частности, там были соотручены три из четырех воздушно-десантных дивизий и все четыре бригады воздушно-десантных войск. Это самое лучшее, что было в российской армии. В середине лета ситуация на фронтах изменилась. В частности, в СССР появились дальнобойные американские системы Хайморс, способные держать под огнем транспортные коммуникации, по которым шло снабжение российских войск на правом берегу Днепра. Прежде всего, весьма уязвимые стационарные мосты через Днепр. Всего лишь их было два таких моста. Был Антоновский мост и была дамба под Новокаховской гидроэлектростанцией. И, казалось бы, для того, чтобы сохранить свои планы, сохранить свои коммуникации, сохранить мосты, вот эта элитная группировка российской армии, все самые лучшие дивизии и бригады должны были сделать одну простую вещь. Для начала надо было отодвинуть линию фронта на расстояние, с которого выхаймарсы не могли достать уже эти два переправы через Днепр. Но даже это им не удалось, невзирая на все усилия, невзирая на множественные атаки, невзирая на то, что даже с точки зрения численности преимущество было всегда на стороне этой группировки. Российское командование заявило, что перевели с правого берега на левый 30 тысяч своих войск. Были сообщения о том, что на пике там было 40 тысяч. А с украинской стороны было 8 бригад ВСУ. 8 бригад, если учитывать, что их списочный состав каждой бригады 3,5 тысячи человек, но это 28 тысяч. И вот эти 28 тысяч украинских воинов вначале сдержали атаки вот этой 40-тысячной группировки, а потом изменили ситуацию коренным образом, начиная уже наступать на севере этого плацдарма и продвинулись очень хорошо. Таким образом, в очередной раз вооруженные силы Украины обрушили все нормы классической военной тактики и стратегии. Эта военная тактика и стратегия учат, что для того, чтобы успешно наступать, наступающая сторона должна иметь преимущество как минимум 3 к 1. В 3 раза больше солдат, в 3 раза больше артиллерии, в 3 раза больше танков, бронетранспортеров, авиаций, вертолетов, всего-всего, из чего состоит нынешняя война. С украинской стороны было меньше, было меньше людей, гораздо меньше военной техники, очень мало было авиации, вертолетов, и при этом удалось отбросить захватчиков на другую сторону Днепра. Эту операцию, как и операцию по освобождению Харьковской области будут изучать во всех военных колледжах, во всех военных академиях, потому что она ломает все нормы, правила, стереотипы ведения боевых действий. Благодаря чему это могло произойти? Я думаю, что три компонента успеха украинской армии. Первый компонент, но безусловно, мужество тех людей, которые защищают свою землю. Это хорошо известно из истории, примеров этому множество. Тот народ, те воины, которые стоят на своей земле, сражаются необыкновенно мужественно, потому что он понимает, что за спиной каждого воина его семья, его дом, и поэтому не сражаются так, как не сражается никто в мире. Второй компонент, военное мастерство. Это признают уже все военные эксперты, что украинская армия сражается намного более умело, профессионально, чем сражаются их российские соперники. Но вот тот девиз российского фельдмаршала Суворова, когда надо воевать не числом, а умением, он как раз полностью приложим к опыту украинской армии. Второй компонент. Третий компонент, это поступление современных американских систем вооружений, в частности, дальнобойных систем Хаймарс, которые позволили изменить коренным образом ситуацию на фронте. И Хаймарсы, это же продолжение все тех же когда-то появившихся в начале Советском Союзе Катюш, но это, конечно же, уже Катюши другого времени. Они дальнобойные, снаряды реактивные точно наводятся, и вот они позволили, в общем-то, в очень небольшом числе остановить российское наступление и там, и в других местах, но не только, конечно же, и другие системы вооружения, американские военные технологии, которые стали поступать на вооружение в СУ. Вот три компонента. Этих трех компонентов нет у российской группировки, и быть не может, потому что они не защищают свою землю, они вторглись на чужую землю. Воевать они не умеют и вряд ли научатся. Ну и, конечно же, их система вооружений значительно отстают по классу, по точности, по всему, от систем западных и, прежде всего, американских. Ну и все-таки, и все-таки, самое главное во всей этой истории это боевой дух. Ну какой может быть боевой дух у захватчика, когда он приходит на чужую землю, толком не понимая, зачем он сюда пришел. А зачем сюда пришли эти десятки, сотни, теперь уже тысяч молодых россиян? Зачем они пришли в Украину? Что они защищают? Какие ценности? Что они принесли вместе с собой? Ну, что они принесли, какие ценности, об этом говорят результаты множества расследований, которые проводятся прокуратурой Украины. Буча была одним из первых таких мест. Вот сейчас освобождаются поселки и населенные пункты на правобережье Днепра. В скором времени, не сомневаясь, мы узнаем о подобных ужасных вещах, которые произошли и там. Потому что это захватчики, потому что это оккупанты, потому что они пришли грабить, убивать, насиловать. Другой народ, который хочет жить свободно, и поэтому они никогда не смогут победить. Сколько бы они не убили мирных жителей, и сколько бы воинов БСУ не легли на поле боя в борьбе за право жить так, как они хотят. Вот об этом эта война. Вот поэтому президент Украины, в отличие от президента России, многократно бывает в войсках и в пятницу, в пятницу подчеркиваю, российские войска ушли из Херсона, а в понедельник, через два дня президент Украины появился уже в этом городе и встречался с людьми, встречался на площади, разговаривал с теми людьми, которые пришли туда, встречался с войсками. Это возможно только в том случае, когда это президент справедливого дела. Справедливое дело создает храброе сердце. Спасибо, дорогие друзья, за этот час, который мы провели вместе в нашем эфире. Оставайтесь вместе с нами, будьте здоровы, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова